Принцип социального проектирования Инициатор это вы. С чего начинается социальное проектирование? Вы работаете уже на земле, работаете в социальной сфере, в конкретном своем направлении. У вас есть целевая группа, с которой вы работаете. Вот определитесь, какая социальная сфера вас интересует. Не надо задавать вопросы, куда лучше податься. Не надо подаваться куда-то. Проект, он как ваш ребенок, он должен быть выстрадан вами. Вы должны понимать, это ваша идея, как в той социальной среде, с той целевой группой, у которой есть проблемы, как решить эти проблемы, как улучшить жизнь этой целевой группы. Вот что такое проект. Он не должен быть надуманным, он должен быть живым. Это часть вашей жизни, часть вашей работы. Поэтому вы смотрите, какие проблемы есть в социальной среде, где вы работаете. Какие проблемы есть у целевой группы. И вы их прописываете, находите эти проблемы и говорите, вот проблемы, которые мешают жить моей целевой группе. Ухудшают их условия. Из-за этого социальная среда плоха. Вот проблема. Вы нашли проблему. Вы описали эту проблему. И тогда цель проекта – это решение данной проблемы. Хорошо, когда цель одна. Я всех позиционирую, что цель одна. Но жизнь подсказывает, что бывает другое. Бывают одна, две, три даже цели. Но это уже очень много. Вот когда много целей, это снижает оценку, потому что очень трудно одномоментно идти, достигать сразу двух-трех целей. Но мы не говорим, что это критическая ошибка, просто это уже рассматривается более подробно экспертом. Каждой ли цели, поставленной, есть задача. Потому что цель может быть достигнута. Цель как мечта. Может быть, конечно, в нескольких направлениях она направлена, поэтому я говорю, может быть и три цели. Но у вас проект, который направлен на достижение конкретных целей, достигается он с помощью решения конкретных задач. И поставленная задача должна вас привести к данной цели. Задача, она реализуется за счет мероприятий. Если вы поставили задачу, у нее должны быть обязательно мероприятия, которые вам позволят решить эту задачу. Если нет у задачи мероприятий, значит она не будет решена, значит вы никогда не достигнете цели, поставленной вами цели. Если вы ставите мероприятие, не надо, чтобы мероприятия подменяли задачу. Вот если мы представляем собой, что мы хотим сделать улицу, на ней мы ставим, это цель наша, на ней мы ставим дома, это задачи, а дома стоят из кирпичиков. Вот если вы вместо дома ставите один кирпич и говорите «дом», попробуйте в нем жить. Вот так это выглядит со стороны эксперта, когда вы вместо задачи ставите мероприятие. Каждая задача поставлена, она имеет мероприятие, одно, несколько мероприятий, это ваше уже видение, как будет решена данная задача. Ни одно мероприятие невозможно без двух составляющих, двух опор, двух ног, на котором устойчиво ставить мероприятие. Это ресурсы. Первый из ресурсов это команда проекта. Чем крепче, опытнее и профессиональная команда и полностью набрана и соответствует поставленным задач, решению поставленных задач, тем устойчивее мероприятие. Вторая составляющая — бюджет. Без бюджета невозможно практически ни одно мероприятие. Бюджет состоит либо собственных средств, либо средств гранта, которые вы у нас запрашиваете, но любое мероприятие должно быть обеспечено бюджетом. Это конкретные ресурсы, они не обязательно финансовые. Это могут быть материальные ресурсы, интеллектуальные ресурсы, информационные ресурсы, но они должны быть, этот бюджет, этих ресурсов, которые обеспечат выполнение мероприятий. Каждое мероприятие проводимое должно иметь результат. Результат есть количественный и качественный. Объем всех мероприятий выкладывается вами в календарный план и, соответственно, сумма всех результатов каждого мероприятия является общим результатом проекта. А что может быть результатом проекта нашего? Это улучшенная социальная среда и, соответственно, улучшенные условия жизни конкретного количества нашей целевой группы. У нас есть количественные показатели, сколько человек из нашей целевой группы получили благо от вас в результате реализации проекта и насколько качественно улучшилась социальная среда, где живет эта целевая группа, где живет, работает и трудится целевая группа. То есть у нас есть настоящее, где мы видим проблему и мы видим будущее, которое улучшится благодаря реализации вашего проекта. Вот это и есть социальное проектирование.